Преодолеть страх и победить себя. Такие цели у каждого юного спортсмена на четвертых областных паралимпийских играх. Соревнования для региона стали уже традиционными. Они проходят в октябре и помогают отобрать лучших из лучших для формирования сборной. Победители областных игр будут покорять пьедесталы всероссийских и международных состязаний в следующем сезоне. Основное для ребят это все-таки время. Потому что наши региональные соревнования позволяют ребятам получить еще спортивные разряды, выполнить. Если они хорошо себя проявят и проплывут достаточно быстро, то им смогут присвоить и первые разряды, и кандидаты мастера спорта. А это дальнейшая как раз перспектива в плане отбора в сборную Ульянской области по плаванию и дальнейшее выступление на всероссийских соревнованиях. Возможно уже попасть в члены сборной Российской Федерации. Участники соревнований дети. Но в этом году есть особая категория спортсменов. Это участники СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Спорт помогает героям в реабилитации и восстановлении после полученных ранений. Да, плавание вообще помогает мне. Нога даже поменьше стала болеть, потому что мышцы начали работать. Так, конечно, я так вообще мечтаю заниматься дайверингом. Потому что мы в Алексееве плавали. Я дайверинг тоже плавал. Но вот не знаю, сейчас как получится. Нет. Хочу здесь попробовать сейчас. Нога все остановится. Попробую дайверингом заниматься. Спасателем. Ну, предпочитаю вообще единоборство. Но сейчас получил ранение, отрыв конечности. Поэтому единоборствами уже тяжеловато немножко заниматься. Ну, так, чтобы поддерживать ребят. Те, кто тоже получили жесткие ранения, инвалидность, травмы. Тоже прихожу участвовать за компанией. Ну, и самому здорового образа жизни. Паралимпийские игры продлятся в регионе до 26 октября по 8 спортивным дисциплинам. Легкой атлетике, бадминтону, бочи, пауэрлифтингу, дзюдо и настольному теннису. Адаптивный спорт помогает укреплять здоровье, заводить новые знакомства, а также формирует желание к активной жизни. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.